Дворец культуры Наши видеозарисовки в Фейсбуке и к вам мы на программы делаем. Поэтому мы придумали себе, что в Южном очень много талантливых людей. Людей, которые просто там на кухоньке что-то делают себе, кто-то рисует, кто-то поет в конце концов, и мы их не видим. Значит, мы подумали, что мы можем найти такие жанры и виды творчества, которые не будут собирать много людей. Но тем не менее мы выявим таланты, которые будут интересны всем. И из этого всего вылилась идея в проведении такого городского конкурса. Он будет называться «Миста Талантив». То есть мы знаем, что в Южном очень много талантов. Мы обратились в наш городсполком, в управление культуры, спорта и молодежной политики. Они нас поддержали, и мы вместе с ними теперь будем засновники и организаторы этого конкурса. У нас составлен оргкомитет, возглавляет который начальник управления Конопадская Надежда Дмитриевна. И у нее два заместителя, один из которых Петр Иванович Кутенец, директор нашего Дворца культуры, и заведующий отделом культуры Гайдачук Алла Леонидовна. Членами оргкомитета являются и мы, я как замдиректора, и Назару Калёны Евгеньевны, режиссер Дворца культуры. Конкурс будет в нескольких номинациях, фактически это семь отдельных конкурсов, которые объединены общей идеей. Значит, сразу хочу сказать, что в этом конкурсе участвуют только жители города Южного, старше 16 лет. То есть вот эта вот часть, мы считаем, что мы очень много работаем с детьми, а вот молодежь, подростки вышли, ну и мы не ограничиваем, вплоть до пенсионеров, то есть все могут участвовать. Значит, заявки принимаются на любой конкурс за две недели до окончания, потому что нужно готовить, естественно. И по окончании, в сентябре месяце, будет большое закрытие, торжественное, красивое закрытие этого всего фестиваля конкурса и награждение грамотами, дипломами и так далее. Значит, что мы можем сказать? Мы в феврале месяце начинаем первый конкурс. Уже сейчас мы объявляем и до 15-го мы собираем заявки. Что в литературном конкурсе? Значит, он проходит по двум номинаций. Одна номинация – чтецы, то есть люди, которые читают любые произведения. Поэзию, прозу, все, что хотят, они могут показать на сцене. И они будут читать два произведения, и каждые до трех минут. Значит, и вторая номинация – это авторы. То есть есть у нас поэты, есть люди, которые пишут прозу. Все виды литературных жанров мы будем принимать. И там тоже до пяти листов печатного текста А4. А на сцене они будут читать пять минут всего, что-то презентуя свои произведения. Это будет в феврале. В марте месяце у нас пойдет вокальный конкурс. В вокальном конкурсе тоже будут две номинации. Одна – сольная пение, то есть все, кто желает и хочет показать свои способности и голос, должны прийти заполнить заявку. Потом я скажу, какая заявка. И поучаствовать в отборочном туре. В отборочном туре участвуют, поют акапельно два произведения. Вторая номинация – это ансамбли, но ансамбли до трех человек. То есть это могут быть дуэты, это могут быть трио, но не больше. Если пройдут отборочный тур, во втором туре они могут уже петь с аккомпанементом. То есть или это минусовая фонограмма, или это гитара, или баян, или пианино. Все что угодно. Все остальные конкурсы, пять конкурсов будут завершаться выставками. То есть сейчас я вам скажу. Фотоискусство – это в апреле месяце. Фотоискусство будет тоже в двух номинациях – черно-белое и цветное фото. Коллекционирование в мае месяце. Все виды коллекции, которые у наших людей существуют, мы можем выставить. И эта выставка будет большая, красивая, которую смогут посетить потом все люди, желающие. Соседи, друзья и члены семей. В июне мы будем принимать работы декоративно-прикладного искусства. Тоже все абсолютно. Вышивки, макраме, гончарный искусство. Все, что угодно, все, что делают наши люди руками. В августе изобразительное искусство. То есть люди, которые рисуют, тоже специально оформленные работы. И тоже будет выставка. И в сентябре мы завершаем конкурсом дары природы. То есть все, что люди вырастили у себя на огородах, на дачах. Может быть, оформленные красивые какие-то икебаны. Там сейчас модно все это делается. И поэтому все это будет выставлено. Скорее всего, что это будет на воздухе. Мы думаем, что это будет, скорее всего, в арт-дворике. И перед днем городом мы завершим вот этот весь конкурс. Будет присутствовать жюри. И если будет так же, как сейчас, мы не имеем права больше 20 человек в зале. Это значит, будут участники, жюри. Жюри, жюри мы, кстати, будем формировать из специалистов. Будет возглавлять кто-то из членов оргкомитета жюри будет возглавлять. И будут приглашаться люди, которые специалисты в данном жанре, естественно. В зал мы не можем пока что пригласить много народу. Поэтому мы такие конкурсы выбрали. Вот смотрите, если человек участвует в каком-то выставочном, то есть фотоискусстве. Он приносит работы. Мы работаем с ним индивидуально. Мы готовим все это. Потом мы помогаем ему все это выставить. И это общая потом выставка всех художников. Жюри потом выбирает лучших. Но посмотреть все работы смогут все жители Южного. И участвовать тоже жители Южного все могут. У нас есть много пенсионеров, которые выставляют какие-то свои работки. И мы видим, что они друг другу дарят. Есть же вышивки великолепные. Мы знаем мастеров. Я знаю, что есть люди, которые пишут прозу, где-то там в интернете выставляют. Видим стихи нашей молодежи. Но мы их должны как-то... Вот мы начали такую серию фото-выставок, хотя бы фото-художников. Уже мы четвертую или пятую фото-выставку сейчас делаем. Но это начало. Хотим выявить больше талантов. Да, будут дипломы, будут призы, будут грамоты. Пока не могу сказать, что это точно будет. Но что дипломы и грамоты будут обязательно. Чи будет какая-то обмежена кількість конкурсантов? Нет. Количество конкурсантов мы не ограничиваем. Мы ограничиваем количество работ представленных. Да. Почти во всех конкурсах представляется не более пяти работ. Только коллекционерам мы не даем ограничений. Потому что, сами понимаете, все это монеты или это машинки. Сколько их будет, столько и выставим. А все остальные обычно коллекции до пяти работ. Задея эту дань? Да, с одного человека. Призываю всех людей талантливых, увлеченных, неравнодушных. Приходите во дворец культуры. Приходите, не стесняйтесь, приносите. Пусть, может быть, для вас кажется, что это не сильно качественно. Но будут члены жюри, которые скажут свое мнение. Но показать свое творчество все равно сможете. Сможете и показаться во дворце культуры. Все это будет красиво оформлено. Вы сможете привезти своих друзей, знакомых, членов семьи. Не стесняйтесь, приходите. Вы можете обратиться за справками, если вам что-то непонятно, во дворец культуры. Есть городской телефон 25439. Это мой телефон. Я Боба Ливанна Ивановна, замдиректора дворца культуры. И телефон режиссера, который будет заниматься этими конкурсами. Дориенко Вероника Павловна. Ее телефон 050-855-3862. Все, кто хочет участвовать в наших конкурсах, должны прийти и заполнить анкету. Анкета участника. Где вы пишете свое фамилию, имя, отчество. Оставляете контактные телефоны и пишете, в каком жанре вы хотели бы участвовать. Вот когда подойдет месяц, когда будет этот жанр, мы с вами свяжемся. И вы узнаете наши телефоны, познакомитесь с нашими работниками, с кем дальше будете держать контакт и спрашивать все, что нужно.